Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Кто сказал, что в зрелом и даже почтенном возрасте нужно забывать о себе? Кроме ожидания приезда внуков, есть масса других развлечений. Почему бы, например, не выучить английский или не найти себе друзей по скайпу? Сегодня мы убедились, что как раз на пенсии это сделают проще всего. У нас в гостях председатель Рязанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России». «Союз пенсионеров России» была основана 21 июля 1994 года. То есть 20 лет у нас в этом году. А что изменилось за эти годы? Вот было какое-то небольшое количество человек. Темпы наращивались очень постепенно. И вот наше региональное отделение, оно организовалось в 2004 году, а зарегистрировалось в 2006 году. Сейчас у нас насчитывается более 16 тысяч пенсионеров. 16 тысяч, то есть праздник общий трудно сделать, наверное, как-то локально. В России у нас 82 региональных отделения типа нашего. И у нас в Рязанской области 31 территориальное отделение по районам, где, собственно говоря, налажена работа всякого вида, чтобы именно консолидировать пенсионеров в одно общество. Потому что, выходя на пенсию, они становятся в таком вакууме, не только в информационном, но и даже в общении. Им нужно общение, конечно. Да, да, да. И поэтому мы, собственно говоря, на это наша деятельность и направлена. Мы организовали на базе пенсионного фонда университет третьего возраста. И в этом университете у нас есть несколько факультетов. Один из пока значимых факультетов – это обучение пожилых людей компьютерной грамотности. Вот с февраля мы уже сделали два выпуска. Самому старшему выпускнику сколько? Самому старшему. У нас мы случайно обнаружили, что ему было 86 лет. Причем у нас, когда мы заканчиваем вот эти курсы, они рассчитаны на 28 академических часов. И потом у нас зачет с оценкой или конкурс какой-то. И он завоевал одно из первых мест. Мы его наградили дипломом. И когда уже стали вручать, сами поняли, что ему 86 лет. Абсолютно адекватно. Пришел сам? Пришел сам, записался. Да, у нас запись по телефону идет. А вот самое сложное направление работы могли бы обозначить? А даже с компьютером не каждый может справиться. Не в силу того, что он что-то не понимает, зрение не позволяет, скорость реакции какая-то иная. Ну, у нас как раз к этому все преподаватели, а не все выпускники радиоинститута. То есть у нас очень качественное образование. И люди приспосабливаются. И пенсионный фонд очень помогает. Нам предоставил вот свой класс. И людей, которые помогают подстраховывать. Приходят сначала никакущие. У нас даже был случай, вот, может быть, это некорректно рассказывать. Берет мышку, ну, мышку подвинь, он ее берет. А потом берет мышкой вот так вот и двигает ее. То есть, а потом это коллектив. То есть они приходят все скукоженные какие-то. Все насиделись дома. А потом они коллектив. Они хотят отметить выпускной. Они хотят вот сейчас заниматься английским языком, танцами. Само чувствуя, что где-то ждут. Да, да. Что они одели лишний раз парадную одежду. Где-то поговорили. То есть мы видим, что люди раскрываются. И что они нам нужны. И мы им нужны. И наш лозунг, когда мы вместе, мы сильнее. Сейчас вот мы в начале сентября принимали Тверскую организацию. Тоже союз пенсионеров. Они к нам приезжали, делились опытом. Это, конечно, ни с чем не сравнимо. Потому что в каждой территории занимаются свое видение. А молодежь вы привлекаете, чтобы наладить взаимоотношения с внуками? Бабушки и дедушки обладают массой талантов. Я не знаю, от вязания до приготовления каких-то неимоверных пирогов. Мне кажется, это тоже было бы интересно. У нас сейчас, собственно говоря, патриотическое движение. Мы очень тесно контактируем с организацией узники бывших концлагерей. Бывшие узники концлагерей. Они ведут огромную патриотическую работу. Вот в школах. То есть рассказывают, что, как, где, что было. А то многие сейчас дети даже не знают, кто с кем воевал. Вот. И, собственно говоря, мы сейчас, именно я вот не договорила, с Тверской организацией, у нее развита больше клубная деятельность. И, собственно говоря, вот мы сейчас будем тоже расширять и это поле деятельности. Люди будут заниматься на базе детей-инвалидов. Там у них собираются тоже и бабушки, и бисером вышивают. И вот именно и с детьми, и сами между собой, и пеньем, и танцами. Чтобы люди приходили, допустим, в своем районе, они знали, что куда-то можно прийти, что-то организовать, кого-то привлечь. У меня такой женский вопрос. Кто-нибудь нашел себе пару, возможно, случайно, все-таки и женщины, и мужчины приходят. В таком возрасте, когда хочется уже отдыхать, внуки уже выросли, есть свободное время, почему бы не подумать о себе? Ну, у меня таких данных нет, но вообще, по большому счету, что женщина у нас активная, я вижу, симпатии есть. Самое ближайшее мероприятие, собственно, как вы празднуете 20-летие? Очень хочется сказать большое спасибо правительству, что оно нас все время поддерживает, особенно Министерство территориальных образований, общественных организаций, пенсионный фонд. Мы очень тесно сотрудничаем с Советом ветеранов. Наш Союз пенсионеров – это общественная организация, то есть все на общественных началах, я тоже на общественных началах. И все люди именно принимают участие, потому что им это интересно, и потому что они нужны. А что вы посоветуете нашим телезрителям, уже взрослым телезрителям, которые сейчас, возможно, дома, непогода за окном, им хочется куда-то себя деть, направить свою энергию, она еще ого-го какая. В общем-то у нас в территориальных отделениях идет работа такая, что там больше людей знают, больше видят, и активные люди, они сами проявляются как-то. У нас, собственно говоря, мы тех, которые мы обучаем информационным технологиям, они сразу же у нас в Союзе пенсионеров. То есть мы объясняем, что у нас много мероприятий, что вы не будете ничьи, а вы будете наши, и они уже сами предлагают, в частности, английский язык, весной у нас был выпуск, и они говорят, английскому языку нельзя обучаться. У меня самой было желание такое, думаю, выйду на пенсию, я не знаю зачем, но я обучусь английскому языку. А тут народ, видимо, вот как-то... Получается? Все равно. Нет, мы только еще начинаем. Вот в начале ноября как раз набрали коллектив, причем преподавание будет вести один из Союз пенсионеров, предлагают, возьмите меня хоть кем-то, чтобы организовать что-то. Давайте вот это. Принести пользу. То есть, да, принести пользу. Активных людей очень много, очень много. И мне как бы сейчас, я думаю, надо все активизировать в части того, чтобы где людям собираться, чем заниматься, ну, то есть разворачивать деятельность, чтобы количество пенсионеров у нас много и работающих, конечно, но есть такие люди, которые в силу возраста, в силу обстоятельств как-то... Ну, дети разъехались. Ушли на заслуженный отдых. И они поняли, что тошно им дома сидеть, и обязательно нужно общаться. Мы вот собирались... День пожилого человека еще отмечали 30 сентября совместно с Советом ветеранов. И потом еще вот в пенсионном фонде территориальные у них отделения есть. Приходили те люди, это, в общем-то, глубоко образованные люди, которые уже ушли на пенсию в городском управлении. Собрались они так... Сначала пришли так, стесняются, а потом это такая сила, это такие люди, которые хотят еще жить, которые хотят еще между собой общаться, быть нужными. Потому что выйдя на пенсию, я имею в виду, не работая уже, это такой психологический стресс, когда ты все время бегом-бегом... И вдруг идти некуда просыпаться. И вдруг идти некуда. И кофточку купила, а ее одеть некуда. И для женщин особенно это... Ну, и мужчины тоже как бы очень хотят тоже, чтобы... Мы с вами дали прекрасный посыл. Спасибо вам за него. И стоит напомнить, что свои прелести есть абсолютно в разном возрасте. Главное не стареть душой. А это была программа подробностей. До новых встреч в эфире.